Добрый день, уважаемые коллеги! Скажите, пожалуйста, слышно, видно меня? Поставьте плюсики. Хорошо ли слышно, самое главное? Отлично. Вижу, стоят плюсы, значит, слышно меня хорошо. Рад представиться. Меня зовут Иван Перепелкин, я являюсь специалистом отдела маркетинга из города Москвы, отдела Annex Tour. Спасибо. Начнем наш вебинар сегодняшний. Расскажу я сегодня про прекрасный курорт наш, это город Сиде. Безусловно, уверен, что все из вас это высокие профессионалы, профессионалы высокого уровня, поэтому, конечно же, про этот прекрасный город знаем многое. Но в преддверии летнего ближайшего сезона мы готовимся, мы проводим такие марафоны, мы вспоминаем, освежаем в памяти, какую-то информацию поднимаем и, конечно же, изучаем новинки, то, что у нас изменения, какие изменения произошли в этом сезоне, что нам стоит ожидать от этого сезона. То, соответственно, конечно, какие-то вопросы возникают и у вас тоже в течение вашей работы. Напоминаю, что вы всегда вопросы можете задавать и сейчас у нас в чате. Я постараюсь отвечать на эти вопросы, хотя действительно информации очень-очень много и вас очень много, поэтому стараюсь максимально полно рассказать информацию, которая у меня есть, ну и, конечно же, ответить на вопросы. Если вдруг, не дай бог, если что-то не осветим, то, конечно же, вы также, мы всегда на связи и мы можем ответить на эти вопросы уже в каком-то, может быть, индивидуальном формате. Знаете, как с нами связываться, конечно же, все коммуницируют и в офисы можно позвонить и через чаты вопросы задать, поэтому, конечно, приступим и начнем. В первую очередь хочу сказать свое такое видение города Сиде. Регион очень интересный и регион очень красивый и, на мой взгляд, наверное, это, наверное, один из лучших регионов все-таки Анталийского побережья. По какой причине? Потому что это отличное, удачное сочетание. Во-первых, он недалеко от аэропорта находится. Во-вторых, здесь прекрасные песочные пляжи. В-третьих, это отличный отдых для семейного отдыха, скажем так. И, конечно же, здесь также можно прикоснуться к истории, культуре, к древнему античному Сиде, прогуляться по улочкам этого древнего античного города. Здесь античности находятся прямо в центре города, то есть не надо до них куда-то далеко ехать. И вот здесь на начальный такой наш слайд мы как раз поставили древний город Сиде, древнюю часть и этот замечательный вид, на который приезжают многие туристы. И я обращал внимание, что даже часто сюда приезжают турецкие свадьбы, чтобы сделать красивые фотографии. В общем, отсюда открывается великолепный вид, и здесь находятся пирсы, и отсюда отправляются кораблики, различные морские прогулки. И что интересно, здесь по древнему античному городу можно прогуляться по улочкам, которые выстроены в таком, наверное, более европейском стиле. То есть действительно красиво, в то же время рядом у нас пляжный отдых, рядом у нас песочные пляжи, теплые. Поэтому вот это вот сочетание именно и культуры, и природной части, которая здесь также располагается, и здесь уже начинаются и горные районы, и можно выехать в какие-то, например, экскурсионные программы, посетить горные массивы. То, конечно, вот это сочетание, оно очень удачное, поэтому, конечно же, город Сиде очень любим многими туристами. Ну и хочется сказать о большом разнообразии всей отельной базы. Сегодня я про отельную базу, конечно же, буду рассказывать, это наша основная часть нашего вебинара. Но нужно помнить о том, что отельная база очень-очень широкая, и One X-Tour, она огромнейшая просто, поэтому допростят меня те отели, которые не успею упомянуть. Но если мы все отели будем упоминать, то, конечно, вебинар очень надолго-долго может затянуться. Поэтому основные такие популярные отели, отели, про которые у нас много вопросов задают, отели, про которые вы бронируете больше всего, да, мы, конечно же, сегодня также поговорим. Перейдем к следующему слайду. В первую очередь я упомянул о том, что Сиде – это город, в котором сочетание не только природных, но и, конечно же, моментов, связанных с культурой, с экскурсионными программами. Поэтому по этой причине мы советуем и рекомендуем, приезжая в Сиде, некоторые экскурсионные программы отправятся. И в слайде я выделил один момент – это экскурсия Каппадокия. Что интересно, если вы проживаете в Сиде, и туристы планируют отправиться к Каппадокию, то это ближайший из Средиземноморского побережья курорт, который, соответственно, находится ближе всех других курортов именно к Каппадокии. Это в отношении моментов с экскурсионными такими вопросами. Ну и, конечно же, как я и сказал, рядом с Сиде находятся уже горные районы, и великолепный зеленый каньон можно посетить и прокатиться на лодочке, сделать очень красивые фотографии. Что примечательно, езды буквально 30-40 минут от самого Сиде до этого зеленого каньона. Здесь можно вырваться из жаркого такого турецкого лета, особенно, знаете, когда в августе месяце на побережье слишком жарко, слишком душно. Если хочется немножечко горной прохлады получить, получить, даже искупаться в прохладной горной водичке, прокатиться по великолепному этому каньону, покушать горные рыбки, форели вкусные. Это все можно сделать вот здесь, как раз на зеленом каньоне. Что примечательно, даже из Анталии, из Белека, из Алании приезжают вот в этот зеленый каньон, и находится он совсем рядышком с городом Сиде. Поэтому, опять-таки, те, кто отдыхает в Сиде, им повезло, и они могут отправиться вот в этот каньон. Очень-очень популярный программ рафтинга, конечно же, по горным речкам. И рядом с Сиде такие речки есть, и рафтинг проходит через красивые, также горные каньоны различные, через древние постройки. Можно увидеть древние старинные города, древние мосты, которые вы проплываете прямо под этими древними мостами, арочные мосты, красивые. То есть, конечно, это все также здесь, рядышком в Сиде. Это очень удобно, это основные развлечения. Ну, нельзя сказать про морские прогулки, конечно же. Множество морских развлечений, как и, в принципе, в других регионах Турции. Также и в Сиде, здесь есть морской порт, морской пирс, с которого можно отправиться уже на морские прогулки. Можно на яхтах, можно на пиратских кораблях. Это все в изобилии, с анимацией, с развлечениями. Про культурную часть, нужно сказать, про Аспендас, про шоу «Огни Анатолии». Великолепное шоу, занесенное в книгу рекордов Гиннесса, которое проходит также относительно недалеко, можно так сказать, в езде от самого Сиде. Поэтому, конечно, множество экскурсионных программ здесь вы можете посмотреть. Это что касается экскурсий. Дальше немножечко расскажу о самой территории, поскольку Сиде называют, скажем так, один город, но на самом деле Сиде вытянут по береговой линии и по факту, фактически, Сиде это только центральная часть. То есть, город Сиде, он находится, сейчас я включу указку, он находится в центральной части, там как раз, где находятся места раскопок, там, где находится вот этот древний город, про который я говорил. Это как раз центральная часть Сиде. Поэтому Сиде можно называть именно вот эту центральную часть. Но поскольку будем говорить о сочетании таких нескольких районов, эти районы все относят, в принципе, к Сиде. Сиде начинаются от района Челоклы и дальше уже центральную часть Сиде. Относят к Сиде и город Манавгат. Это фактически два сопутствующих таких города, которые находятся рядом. Манавгат это менее туристическая часть Сиде, поэтому, конечно, в Манавгат приезжают наши туристы, чтобы совершить шоппинг. Здесь очень много магазинов, здесь есть рынки, здесь есть торговые центры, куда можно прийти и, соответственно, уже погулять, пошопиться, а в наше время это очень-очень актуально. Что удобно, в принципе, в Сиде достаточно неплохо развит общественный транспорт и по побережью, по основной части главной улицы Сиде проходят маршрутки, турецкие маршрутки, долнуши. В принципе, туристы, приезжая на курорт, ориентируются и на таком долнуше можно доехать до Манавгата. И, конечно же, популярный в Сиде торговый центр, он находится вот здесь, вот этот торговый центр, он называется Новомол. В торговом центре Новомол также можно что-то прикупить из одежды. Нельзя сказать, что Новомол прям огромный и прям изобилие в нем магазинов. Не скажу я такое, конечно, он же меньше, чем в других городах, он меньше, чем в Анталии, которые огромные бывают. Но, тем не менее, приезжая сюда, что-то из одежды можно прикупить, что-то, конечно же, из сувениров, какие-то моменты, связанные с сладостями. Все, что везут, в общем, из Турции. Здесь, приезжая в Новомол и приезжая в город Манавгат, вы можете совершить. Далее идет у нас поселок Кызылач и поселок Кызылот. Два поселка очень-очень популярные. Фактически это туристические поселки. Поэтому зимний период, большинство отелей здесь закрыто, поэтому они, можно сказать, не функционируют вообще. И заезжая вот сейчас, в такой вот зимний период, проехав, например, по поселку Кызылач, там тишина, там все закрыто. Такой умерший такой город, но ближе уже к весне, сейчас уже потихоньку, помаленьку, как начинают открываться отели, соответственно, начинают функционировать торговые точки, и город оживает потихоньку. И сейчас вот как раз в середине марта, в начале апреля мы уже будем наблюдать вот такую потихоньку, как просыпаются туристические вот эти вот районы. Ну и район Чингер также относит тоже, в принципе, к Сиде, хотя это уже, наверное, такой переходный между Сиде и Аланьей. Но, тем не менее, Чингер все-таки большинство, даже если посмотреть по делениям именно отельным, да, то есть отели, располагаемые в Чингере, они ближе все-таки относят и к городу Сиде. Располагается город Манавгат фактически на трассе, трассе, которая ведет из Анталийского аэропорта, которая проходит через Манавгат и идет дальше на юг, южнее в город Аланье уже. То есть, собственно, по центральной трассе проходит весь основной автомобильный транспорт, ну а вдоль побережья тянется еще улицы, ну и основная улица города Сиде, по которой проходит вот как раз общественный транспорт, про который я говорил, про который упоминал, да, то есть это турецкие такие долмоши. Конечно, естественно, развито и такси, то есть такси чаще всего вы найдете возле каждого отеля, и проблемы с тем, чтобы доехать куда-либо на такси нету. Весь вопрос только в цене. Вот такая вот еще красивая карта именно центральной части Сиде, античного города и древнего амфитеатра, вообще правильнее говорить, что это театр, потому что амфитеатр это круглая часть, и театр это полукругом идет часть. Поэтому, конечно, здесь у нас располагается вот эта вся красота, про которую я говорил, можно посмотреть на данном слайде. Вернусь я немножечко, не буду пока переходить еще к отельной части, вернусь на основные моменты Сиде. И, конечно же, нужно упомянуть о важных моментах, связанных с полетными программами. Полетные программы у нас из некоторых городов идут круглогодично, да, и в данный момент сейчас можно прилететь в Анталию, и во множестве других городов, регионов, в принципе, полетные программы стартуют где-то в марте, где-то в начале апреля. То есть, конечно, все города, которые находятся здесь у нас в полетной программе, я перечислять не буду, но, тем не менее, большинство этих городов вы, в принципе, все уже знаете и все продаете прекрасно. Это что касается полетной программы. Что касается денег, в принципе, проблем с обменом денежных средств на курорте не существует. Вы везде можете поменять и рубли сейчас даже. Курс рубля сейчас около 4 рублей за лиру, за одну. Конечно же, везде можно поменять доллары, но проблемы с картами, как вы знаете, они также остаются. То есть, с российских карт, карт МИР сейчас в Турции, они не работают. Поэтому проблем с картами здесь возникают такие, скажем. Дальше, по ковидным ограничениям. Ковидные ограничения, в принципе, все сейчас уже сняли. То есть, как в прошлом году, уже сейчас нет. Поэтому, в принципе, ковидных ограничений проблем здесь нет. Почти нигде уже не носят маски. То есть, про ковид потихонечку, помаленечку забыли. И проблем с этим нет. Основные сувениры, которые везут из Турции, которые можно приобрести и в Манавгате, и в Новомоле, про который я говорил. Это, конечно же, турецкие сладости, турецкая одежда, турецкие сувениры, связанные с магнитами. Ну и, в принципе, со всеми сувенирами, которые везут из множества разных стран. Все это можно приобрести здесь, прямо в Манавгате, либо в Сиде, в центральной части. Хочу сказать, что в районе Чулаклы достаточно много базаров, рынков различных, в которых также можно приобрести множество сувениров. И не обязательно ехать из Чулаклы, например, в Манавгат. Ну и возле каждого поселка есть небольшой какой-то рыночек. В любом случае, с шоппингом здесь проблем нет в Сиде. Про экскурсионные программы я сказал. Регионы сказал, на которые поделен Сиде. Ну и, в принципе, можно перейти к отельной базе. По отельной базе будем двигаться и говорить про отели с юга на север. Фактически соблюдая вот такое вот пространственное видение. Начну с отеля Кристалл Адмирал. Огромный большой отель, Сити Кристалл. Отель, который сразу изначально этот отель, можно сказать, что для взрослых и с ребятишками. То есть это отель, семейный отель. Когда у меня друзья, многие мои спрашивают с детьми, куда поехать. Один из первых отелей в Сиде, который я называю, это отель Кристалл Адмирал. Потому что вся инфраструктура отеля рассчитана на отдых с детьми. В отеле всегда проживает очень много русских семей с ребятишками именно. Ну и все, весь отдых заточен именно под семейный отдых. Здесь большие открытые бассейны и достаточно большой аквапарк. Аквапарк детям очень сильно нравится. Отель находится через трассу от моря. Но чтобы попасть к морю, не нужно переходить через дорогу, потому что из отеля ведет специальный такой подземный переход прямо на собственный пляж. На пляже вход, вот про этот вопрос задают, конечно же, на пляже вход немного мелкая галька идет. То есть, конечно, здесь не совсем песок, тут перемешку песок и мелкая галька. Может быть, иногда маленьким ребятишкам не всегда будет, может быть, удобно. Но, тем не менее, в основном жалоб, в принципе, по именно вопросу входа в воду нет. Русскоязычный персонал здесь присутствует в отеле. То есть языковых проблем ни у кого не возникает. По территории отеля огромное количество всяких разных ресторанов, баров, а-ля-карт рестораны. Большой сувенирный магазин прямо в отеле находится. Причем хочу отметить, что в данный отель приезжает сувенирный магазин даже из других отелей специально, потому что он достаточно огромный здесь. В отеле работает ночной клуб. До двух часов ночи он функционирует здесь. Хочу сказать по поводу местоположения. Вот этот отель для тех, кто любит отдыхать именно в отеле. Потому что по местоположению он не самый удачный. Здесь никуда особо не выйти, не погулять, не пройтись, не посмотреть ничего рядышком. Поэтому здесь я бы не рекомендовал тем, кто любит погулять вокруг отеля. Здесь территории практически никакой нет. Это отель для тех, кто приехал и находится в отеле, либо выбирает какие-то экскурсионные программы и двигается уже по экскурсионным программам. Это что касается отеля Crystal Admiral. Пишут, что жаловались на сервис. Вы знаете, хотел бы сказать, что я за всю свою работу в туризме не встречал ни одного отеля, на который не были бы негативных отзывов. В принципе, всегда, на любой отель абсолютно, всегда найдется кто-нибудь, кто напишет какой-то негативный отзыв. Это всегда. Эта специфика абсолютно человеческая в том, что не бывает всех одинаковых людей, каждый человек индивидуален. И, может быть, когда пишут какой-то негативный отзыв иногда, может быть, просто человеку не зашел этот отель. В принципе, конечно, поэтому всегда есть негативный отзыв на все отели. Перейдем к следующему отелю. Отелю тоже в Кизелоте. Этот отель в Кизелоте находился. Да, и следующий отель – Sidon Sea Planet. Этот отель также располагается в Кизелоте. Это очень-очень большой отель. У него огромнейшая территория. Даже если вы заходите на ресепшн, вы видите масштабы этого отеля. То есть здесь действительно можно прогуляться, даже погулять по территории ресепшн, потому что он достаточно большой. Недалеко отеля, рядом с отелем, находится небольшой вещевой рынок. Особых достопримечательностей рядом с отелем нету. Поэтому, опять-таки, прогуляться до вещевого рынка, погулять по территории самого отеля. Если выйти на трассу уже, то можно поймать долмушь и доехать до Манавгата или в другую сторону Авалани. Пишут в комментарии, вижу, кладбище большое рядом. Абсолютно правильно вы говорите, чтобы вас не смущало это. Да, возможно, некоторых туристов иногда это смущает. Всегда, когда разговаривал с туристами, они при заселении немножечко побаивались, что с другой стороны от отеля есть кладбище. Скажу так, кладбище, конечно, оно существует. Не будем этого скрывать, да. Но единственное, конечно, что оно немножко все-таки, наверное, отличается по виду даже от наших кладбищ. И нельзя сказать, что там какая-то угрюмая такая удручающая атмосфера. Поэтому можете не бояться. Но если ваши туристы как-то немножко негативят по этому поводу, да, то есть для кого-то это может быть существенный момент, да, то нужно обязательно выбирать категории номеров, которые севью, то есть с видом на море. То есть не на ленд-вью, да, как другая категория номеров. Поэтому не переживайте, не бойтесь, отель хороший. В отеле часто проводятся различные большие какие-то мероприятия. То есть накрываются столы, бывает, типа, пикников, таких каких-то вечеринок устраивают. В отеле достаточно много различных категорий номеров. Есть большие семейные номера. То есть отель спокойно размещает разные большие семьи, там и по 8, и по 9 человек размещали. И connection есть номера, то есть это, конечно, все есть. Система питания, так же, как и говорили, ультра все включено, то есть практически 24 часа в сутки можно покушать в отеле. Хорошая анимация в отеле, множество развлечений, как для взрослых, так и для детей. Большие бассейны, большая территория. То есть, в принципе, такой отель, он сетевой отель, вот. Поэтому так же неплохой. Sultan of Dreams. Следующий отель. Рядышком тоже находится, неподалеку. Вот я говорил про вещевой рынок. В принципе, рядом с ним находится вот этот отель Sultan of Dreams. Тоже сетевой отель. Еще один отель Sultan, также в седе находится, мы поговорим сегодня. Так вот, этот отель достаточно популярный отель. Он находится рядом с Sea Planet, как я сказал. Поэтому по инфраструктуре так же. Состоит он из двух пятиэтажных корпусов. Один из корпусов поближе к морю, другой чуть-чуть подальше. Те, кто любит ближе к морю жить, соответственно, пусть заселяются в него. Большая красивая территория. Так же есть бассейн. Так же есть аквапарк на шесть горок. Пять баров. Два а-ля-карты ресторана. Собственный пляж у отеля. Достаточно широкая протяженная такая линия. Заход в море. Песок с галькой. Чем ближе мы, чем дальше приближаемся к центральному седе, тем менее галичные, более песочные пляжи у нас присутствуют. Поэтому хочу сказать, что в центральной части седе это самые-самые песочные пляжи. Здесь еще кизлот, кизлот, встречается еще мелкая небольшая галька. Важный момент. Я знаю все ваши туристы. Они всегда, в принципе, этим моментом интересуются. Так же, что касается номеров. Номера здесь достаточно свежие. На картинке, на фотографии вы можете увидеть. Приятный такой свежий ремонт. В принципе, в номерах есть все необходимое. Категории разные. Стандарт и категория family номеров. Хорошо подойдет молодежи. Подойдет семейным парам. Меньше, скажу так, заточен под детей. То есть, конечно, есть такая детская инфраструктура. Она, конечно, во всех практически отелях Турции присутствует. Которые позиционируются не как отели 18+, а как общие отели. Но, скорее, по контингенту 50-50, 50-50 русскоязычные туристы и туристы европейские. Очень часто, кстати, и до сих пор причем задают вопрос в связи с последними ситуациями, да, политической напряженностью такой. Возникают ли какие-то проблемы, разногласия в таких отелях, где более европейские туристы проживают. Скажу так, что турецкое правительство, оно и вообще турецкая администрация достаточно серьезно следит за тем, чтобы ни с одной, ни с другой стороны не возникало каких-то политических, скажем так, разногласий между отдыхающими. Все-таки все находятся на отдыхе. Над этим турки очень-очень сильно стараются. Дальше переходим к следующему отелю. И, в принципе, переходим к отелю-клубу «Отель Фелиция Виллач». Очень мне нравится территория этого отеля и вот это вот спокойствие этого отеля. Здесь, если ты хочешь спокойствия в этом отеле, то отель поделен, можно сказать, на две части. И вот часть, в которой находятся виллы, где, собственно, проживают туристы и гости отеля, эта часть, она очень спокойная, тихая, там очень приятная атмосфера прогуляться через эту часть вилл. Ну, а часть, в которой начинаются уже бассейны, рестораны и часть более активного отдыха, она более громкая, там играет музыка, и, соответственно, ты можешь перейти, и та часть, которая тебе больше нравится, в ней, собственно, и проводить свой отдых. В отеле большая красивая территория, виллы, проживанием все идет вилла. Очень много зелени, ну и, как сказал, вот спокойная такая атмосфера. В прошлом году отель проходил реновацию, то есть, в принципе, номера здесь свежие. Нареканий от гостей нет. Для гостей с детьми очень хорошо подходит, для пожилых людей очень хорошо подходит этот отель. Отдельно хотел бы отметить еще, наверное, очень высокий уровень питания. Подаются всегда и морепродукты в большом количестве, и очень изысканная кухня. Есть и, конечно же, есть и а-ля карты ресторана в этом отеле. Единственный какой-то из минусов, если говорить, также рядом с отелем ничего нету, то есть, на территории отеля можно прогулять. Уже выходя за территорию отеля, дорога, если хочется дойти даже до той же аптеки, то минут 20 просто по дороге нужно топать. То есть, рядом, прямо возле отеля ничего нету. Вход в море, также песок с галькой, с мелкой галькой. Да, действительно, красивая территория. Клуб отель Фелиция, она спокойная такая, очень умиротворяющая в той части, где зила находится. Поэтому тоже очень мне нравится. Перейдем к следующему отелю. Этот отель вы все хорошо знаете. И вы многие знаете о том, что в этом году он поменял свою концепцию. Концепция примерно осталась похожая, но теперь отель Лира, который раньше назывался. Этот отель называется теперь Selectum Family Comfort CD. Мы переходим к другому поселку, это уже к Физелоту. И, соответственно, уже немножечко изменения какие-то произошли в отеле. В отеле Selectum Family Comfort CD сейчас проходит ремонт и проходит реновация. И ребрендинг, конечно же. То есть, изменения в видах ресторанов, полный ремонт в комнатах. Переделываются и часть лобби. Ну, то есть, такой серьезный большой ремонт. И отель будет, в принципе, конечно же, обновлен и будет встречать гостей уже с мая месяца. Подходит отель и для семей, и для тех, кто приехал с детьми, да, и для молодежи также. Также отель поделен на две части. Главный корпус, основной большой корпус и территория с виллами. Там, где находится территория с виллами, очень приятно есть. Многие любят это с ремап номера, с выходом прямо в бассейн из номера. Достаточно много, поскольку все-таки концепция Family, да. Достаточно много развлечений будет и для ребятишек. То есть, соответственно, конечно, с детьми приветствуется этот отель. А-ля карты рестораны, как и во многих отелях Selectum, при проживании от пяти ночей, одно посещение бесплатно по резервации. Ремонт, да, во всех номерах также проходит у нас. Дальше. Следующий отель, это отель, если предыдущий отель был семейным таким отелем, то отель Selectum Fortu Cede. Это бывший отель Heaven Beach отель. Также многим известен, также неподалеку находится в поселке Кизлот. Здесь отель продолжает концепцию 16+, то есть отель только для взрослых. И по этой отеле, по этой концепции вообще этот отель очень-очень сильно понравится молодежи, поскольку они заявляют, что ежедневные вечеринки будут проходить в отеле. Каждый день тусовка, каждый день будет весело. Поэтому те, кто любит молодежь, те, кто любит потанцевать, погулять, повеселиться, этот отель для молодежи вот такой веселящийся. 24 часа в сутки система все включено работает, ультра все включено. Также а-ля-карта ресторана есть. При проживании от 5 ночей одно посещение по резервации бесплатно. Ну и, как заявляет сам отель, по концепции будет напоминать отели, известные отели с тусовками, с вечеринками, с развлечениями. То есть вот для такого формата он будет работать. Это поселок, в принципе, небольшое удаление этого поселка, этого отеля от перекрестка с отелями Вашингтон, SeaWorld, Selectum Family Comfort, про который я говорил. Ну, собственно, оттуда также ходят долбуши. Если хочется проехаться именно по самому поселку прогуляться, здесь есть также магазинчики, либо уехать, например, в Манавгат, также на долбуши это можно сделать, либо на такси. Следующий отель, большой красивый отель, отель Starlight Resort. Совмещен территория отеля Starlight Resort, большая территория, основное здание и отдельные виллы. Хочу сказать, что обращал внимание всегда, что в Starlight Resort очень часто приезжают турецкие звезды на отдых просто, а турецкое правительство, министры различные турецкие конференции проводятся в этом отеле. То есть, ну, чтобы понимали уровень отеля, да, здесь любят отдыхать турецкие селебрити. Это что касается отеля. Красивый отель с высоким уровнем сервиса. Также система Ultra All-Inclusive 24 часа в сутки. Футбольное поле есть, футбольное поле, теннисные порты различные, тренажерные залы, спа-центр большой, красивый, очень хороший, очень качественный массаж и спа делают там. Большая территория зеленая. И, конечно же, говорю, что отель совмещен, территория и общая инфраструктура с отелем Sunrise. То есть, Starlight, Sunrise, единый такой отель. Пять больших открытых бассейнов от 1800 метров квадратных до 280 метров квадратных. Два крытых бассейна у отеля есть. Таласа-бассейн с соленой водой даже есть. То есть, для тех, кто любит в морской водичке покупаться, но в спокойных таких условиях. Аквапарк на 11 горок для взрослых и 6 горок для детей. Основной ресторан, крытая секция, рассчитан на 400 человек. Открытая терраса на 700 человек. То есть, большой, большой, огромнейший ресторан. 12 а-ля карт ресторанов по всей территории. И, соответственно, 7 баров. Также есть VIP-концепция. В VIP-концепции рассматриваются еще дополнительные привилегии. Ранний заезд и поздний выезд. Высокоскоростной Wi-Fi интернет. Помимо безалкогольных опитков в номерах еще и алкогольные напитки. Рак, и джин, водка, шоколад, печенье. Все это выставляется в номерах, как VIP-концепция такая. И также различные привилегии, дополнительные еще подготовка номера ко сну. В общем, VIP-концепция, можно подробнее ознакомиться. Также у нас на сайте это прописано. Тоже здесь на территории Starlight Sunrise существует. Что спрашивают лучше, Sunrise или Starlight? Наверное, Starlight все-таки отмечу. Ну, да, около Sunrise развлечения все верно пишут. Продолжаем дальше. Отель открытый, ну, как открытый? Переоткрытый, скажем так, в прошлом году. Это отель Selectum Family Resort CD. Рядышком тоже находится в поселке. Открыт летом 2022 года. Я помню еще по прошлому лету, когда только-только отель открылся, были такие немножечко недовольства, жалобы по поводу того, что не все работало, не все открылось, что-то достраивалось, что-то перестраивалось. Сейчас спрашивают, как сейчас отзывы. Да, отзывы положительные, хорошие. То есть у нас наши коллеги отдыхали там, ездили. Очень-очень классные отзывы по питанию. Очень классные отзывы по питанию. То есть питание на уровне, на высоком. Собственно, как понятно из названия, так же это концепция семейного отеля. То есть здесь очень-очень много развлечений для ребятишек. Здесь одно главное здание, 7 этажей. Клубные здания, 3 этажа. И виллы располагаются. То есть разные абсолютно категории есть. Большой бассейн, большой аквапарк тоже, где можно купаться. Луна-парк есть, 9 баров, дискотека, множество развлечений, как я и сказал, для ребятишек. Там по концепции предусмотрены даже некоторые бесплатные посещения в Луна-парке. Выдаются жетоны для ребятишек. То есть в принципе после того, как все достроилось, все доделали, все переделали и полную силу он заработал, функционировал, нареканий в принципе особых нет. Территория пляжная большая, лежаков хватает 7, полотенец, зонтиков, 7 всего хватает. Поэтому, конечно, отдыхать можно. В принципе, все хорошо в отеле. Продолжаем дальше двигаться по поселку. Сан-Мелия Бич Резорт, отель и спа. 5 звезд, 5-звездочный отель. Также 5 а-ля-карты ресторанов в отеле. Два здания. Находится он в самом уже конце поселка Кизелач. Также система, как и везде, все включено. Система все включено не 24 часа в сутки, она с 10 утра до 12 часов ночи. Из развлечений в отеле. Турецкая ночь проходит раз в две недели. Рядышком пляж находится. До пляжа здесь придется немножко прогуляться, где-то 5 минут пешком. По вечерам в баре проходят дискотеки. Анимация здесь не самая активная. Более такая софт-анимация. Ну и, как я и сказал, немножко удаленно до инфраструктуры поселка. Хотя это не проблемно. В принципе, по поселку можно прогуляться спокойно пешком. Спрашивают, средняя ли это пятерка. Ну, конечно, такой сложный вопрос. Средняя ли это пятерка? Ну, это хорошая пятерка. В принципе, отели все пятизвездочные, которые вот я рассказывал, они в принципе все хорошего достаточно уровня. Дальше переходим уже в следующий поселок. Следующий поселок у нас находится он уже ближе к центральному СДМ. Саргун. Саргун, Титрингель. Вообще, это отель «Босфорус Саргун». Он находится в районе Титрингель. Рядом находится еще пирс, где располагаются вот эти все корабли, которые выходят в море. И большинство отелей, которые идут по вот этому территории Титрингель, здесь чем приятно, что они находятся возле хвойного леса, они находятся рядом с морем, но никакой инфраструктуры рядом особо нет. Поэтому также, если хочется отдыхать в таком отеле, отдыхаем в отеле, если выйти погулять, то нужно куда-то проехать. Но здесь приятно то, что рядом находится хвойная роща, и здесь прогуляться приятно. Что касается «Босфорус Саргун», одно здание. Отель, кстати, достаточно новый, достаточно недавно его построили, открыли. Красивое, необычное такое у него оформление, такими сотами сделано оформление здания. Территория небольшая сама по себе, но здесь тоже веселые вечеринки проходят, нравятся очень молодежи, то есть более такой молодежный отель. И, как я и сказал, удаление от инфраструктуры, небольшое такое от основной инфраструктуры поселков. До пляжа идти минут пять пешком через хвойную рощу. Вот, это что касается «Босфоруса». Рядышком тоже с «Босфорусом» отель, недалеко. «Даймонд премиум» отель и «Спа». Пять звезд отель также. Очень большая, сам по себе большой отель, очень большие холлы в отеле. Идешь, идешь по этому отелю, не знаешь, когда он закончится. Также здесь 24 часа в сутки all-inclusive. Также здесь красивое оформление. Вот на фотографиях можно увидеть красиво холлы оформлены. Вообще необычная, конечно, такая территория. То есть над дизайном заморочились. Красиво все оформили, сделали. Приятно отдыхать. Приятно отдыхать и взрослым. Здесь и с ребятишками очень хорошо отдыхать, потому что и детская инфраструктура нормально работает. Широкая пляжная линия. И хочется отметить вообще по поводу пляжей вот здесь, вот в этом регионе, то есть уже с Аргунтом Турингель. Здесь очень широкая пляжная линия. Здесь уже в принципе, я бы не говорил даже про гальку, здесь везде песок и нормальный, хороший вход в воду, поэтому можно в принципе хорошо даже с маленькими ребятишками купаться. Вот. Поэтому здесь хорошие пляжи, удобные для всех. Ну и здесь прогулочная территория красивая. Дальше перехожу к отелю Линда Резорт. Отель, вот этот отель достаточно простой. Это, наверное, одна из самых недорогих пятерок здесь, в этом регионе. Отель уже достаточно старенький, но в принципе все необходимое по концепции существует. То есть питание, рестораны, все есть. Одно здание здесь пятиэтажное. Для таких, можно сказать, непритязательных туристов. В 88-м году построен, реновация в 2013 году была. Отель, кстати говоря, круглогодичный, то есть он и зимой тоже принимает. Территория не сильно большая, есть амфитеатр, есть бассейн, есть развлекательные моменты. До пляжа идти где-то минут 7-10. Но до пляжа там обычно курсирует шаттл, то есть можно, в принципе, доезжать до пляжа на шаттле, но он только в летнее время. В зимнее, конечно, это все не обустроено. Многие в Линду ездят по 3-4 раза. В принципе, соглашусь, да, потому что, ну, отель простенький, ну, соответствует, в принципе, моментам пяти звезд, которые необходимы туристам. Оборудование на пляже, да, бесплатно. Вот, ну, от простенького отеля перейдем, наверное, вот мое мнение во всем Сиде самый хороший отель. Ну, это мое личное мнение, да, это один из самых, наверное, дорогих отелей и один из самых популярных в плане такой привлекательности. Это отель Voyage Sargun. Находится он на территории Sargun уже. Отель выстроен, построен в очень красивых реоформлениях, дизайнер в белых тонах таких, окружен хвойным лесом. Что примечательно по сервису, у каждого абсолютно номера есть личный ассистент, конечно же. И через WhatsApp, через мессенджеры с этим ассистентом могут общаться. Здесь есть основной корпус, есть бонгало и выходящий, прошу прощения, выходящий в море пирс. Очень удобное обслуживание на пляже по QR-кодам, то есть просто-напросто туристы сканируют QR-код, выбирают по меню, что им необходимо, а официант уже их к столику подносит. Отдельное, конечно же, слово о высоком уровне питания. В отеле здесь 7 а-ля-карты ресторанов, 9 баров. Здесь во всех барах, в принципе, элитный алкоголь. Очень огромный выбор кофе из разных стран мира абсолютно. Честно так признаюсь, когда работали в Сиде, непосредственно я сам работал в Сиде, и многие мои коллеги любили приезжать в отель Voyage Sargun, чтобы попить кофе, потому что говорили, что кофе здесь самый лучший. И огромное количество, и огромный выбор здесь его присутствует. Также здесь собственный шоколад, огромное количество выпечки, косметика в номерах, L'Occitane, марки известной. То есть, собственно, также, конечно же, как и во всех отелях здесь, тренажерный зал. Анимация работает на территории отеля, аквапарк есть на территории отеля, боулинг, теннис, дискотека, все-все-все. Есть специальная спортивная анимация со специальными тренировочными программами. То есть, в принципе, отель высокого уровня, и, как я и сказал, один из лучших, наверное, здесь, в этом регионе. Переходим дальше. к следующему отелю, отель Sueno Hotel Beach CD. Тоже отель Sueno, кстати, известный достаточно, знают многие в Белеке его. Тот отель Sueno, который в CD, он немножечко, конечно, уровнем попроще, чем Белековский, но, тем не менее, здесь, сейчас, в этом сезоне, открылось еще, открывается еще одно здание, бюджет, анекс здания, именно к самому анексу, я не скажу, что оно какое-то отношение, может иметь, просто это название совпадает. Но также в категориях вы можете бронировать с приставкой анекс билдинг. Это номера более бюджетные, скажем так, более простые, то есть, у них меньше площадь, у этих номеров, но, тем не менее, пользуются все инфраструктуры отеля гости, поэтому, конечно же, сервисом этим пользуются. Просто по, скажем так, более бюджетной цене. Здесь большая территория зеленая, здесь красивый выход в сад, пирс, уходящий в море, в форме цветка, такой красивый, тоже здесь построен. Шесть а-ля карты ресторанов, 14 баров на территории отеля. Здесь классные, хорошие вечерние программы. Сюда, кстати говоря, раз в неделю привозят каких-то турецких звезд. То есть, выступают, может быть, конечно, для наших туристов не всегда эти звезды известны, но, тем не менее, все равно приятно, что отель старается поддерживать такую концепцию того, что развлечение здесь на хорошем, на высоком уровне. Так, ну, есть даже Луна Парк здесь на территории, есть и на театр. В принципе, хороший отель Суэна, дальше уже ближе к центральной части он находится. Продолжаем. про отели. Переходим в центральную часть Сиде. И вот самый-самый центр Сиде, там, где находится такая основная площадь, где находится огромный флагшток с турецким флагом, кто бывал в Сиде, знают и видели, там, где находятся Макдональдс и Вайкити, за прямо ними располагается отель Сиде Square Hotel. Кстати говоря, это отель небольшой, это городской отель абсолютно, то есть, в принципе, здесь нету каких-то таких пляжных моментов, да, то есть, на пляж, чтобы попасть, здесь ходит несколько раз в день бесплатный шаттл, но осель сам по себе уютный. Если гости, которые не любят вот такой развлекаловки на территории отеля, то как раз вот простой, неплохой отель, тихий, абсолютно спокойный, где есть свой бассейн, в центральной части города находится, если кто-то любит гулять по городу, отдыхать именно в центральной части города, прогуляться до центральной части античного Сиде, там как раз где располагаются древние развалины, древний амфитеатр. Пожалуйста, отель Сиде Square небольшой, но тем не менее уютненький, маленький отельчик возле центральной части Сиде. Отель концепция 16+, и да, отцонли, соответственно, можно только взрослым приезжать. Следующий отель, Tropic on the Beach, отель достаточно, скажем так, давно оттуда был, последний ремонт, тем не менее, проводился в 2019 году, состоит из двух небольших таких, прошу прощения, из четырех небольших корпусов, общая площадь около 3000 квадратных метров, очень удобное месторасположение у отеля, то есть недалеко от моря, для тех, кто хочет более такой бюджетный отель, но тем не менее, хочет рядышком с морем. На самом деле, в Сиде много таких отелей, поэтому можно смотреть, кто любит близко к морю, но не обязательно, ему вся эта хорошая, большая инфраструктура. Вот, у отеля свой бар, бассейн, ресторан, самих развлечений каких-то в отеле нету. И по поводу шезлонгов, шезлонги на пляже есть свои у отеля. Далее, отель Сиде Принцесс, отель круглогодичный, большой форме подковы сделан, можно увидеть, отель, в принципе, и сейчас функционирует, большое само здание, но территория внутри вот этой подковы она достаточно небольшая. Два а-ля карты ресторанов, шесть баров, хорошее питание, большое, кстати, разнообразие рыбы в меню, очень хвалят это гости, поэтому, в принципе, по питанию наверняка не нет. У отеля также собственный пляж, до которого можно прогуляться через, немножко нужно пройтись по территории. В принципе, я бы рекомендовал этот отель для гостей для семей, то есть с детьми. Очень ругали питание в прошлом году, невкусно. Ну, как я и сказал, отзывов всегда много, я вот основываюсь, в принципе, на отзывах людей, которые жили там, в принципе, составляю вот как раз программу, да. Также по поводу концепции, концепция работает, All Inclusive работает до 12 часов, после 12 часов это на вечеринке, на дискотеке, напитки платные будут уже. До 12 бесплатно все. Видите, в чатах возникает спор, я уже все сообщения не успеваю читать, что кто-то говорит, что им нравится, кто-то говорит, что не нравится. Я еще раз подчеркну этот важный момент, что наш профессионализм, да, заключается в том, чтобы подобрать именно отель людям, чтобы им там было комфортно и все им понравилось, конечно же. Поэтому иногда можно сказать, что просто людям не подошел этот отель, потому что это не их отель, да, а кому-то наоборот очень сильно нравится, и они ездят, например, только в этот отель много-много раз. Поэтому тут, конечно, все зависит именно от людей. Вот. Следующий отель, отель City Star, CD Star Elegance, очень красивый отель. И вообще City Star достаточно красивая и достаточно хорошего уровня. Этот отель и вся сеть, в принципе, она работает круглый год. Хочется сказать, что здесь отель построен на горе, поэтому он расположен и русами, такими верандами. Сначала может быть непривычно, но и, в принципе, размещение всех объектов и маршрутизация, они выполнены достаточно хорошо, логично и продуманно, и хорошо и быстро изучается в себе. То есть везде есть хорошая навигация по отелю. есть бассейн специально только для взрослых. То есть в принципе отель, конечно, можно отдыхать и с ребятишками, но есть отдельные такие зоны, где более спокойно. Четыре аликарты ресторанов, пять баров, живая музыка, много очень и для детей развлечений также, но хотя больше все-таки, наверное, декларируется отель, как отель для людей такого среднего общества, среднего возраста. Здесь очень много такого хорошего отзывчивого персонала, то есть в принципе хвалят очень сильно персонал. Переходим к следующему отелю, Мелос Holiday Village. Рядышком дальше располагается уже этот отель построен в 88-м году, реновация в 2014-м году. Общая территория со следующим отелем, буду говорить, с Мелос Резольт. Здесь большая хорошая пляжная зона, в основном это виллы здесь располагаются все-таки. Номера немножечко старенькие, но впечатление об отеле у людей достаточно хорошее. Хорошие отзывы у людей о еде, морепродуктов, которые на обед подают, и о зеленой территории. Продолжая, следующий отель это Мелос Резорт. Здесь, как я сказал, с предыдущим отелем общая территория. Этот отель также круглогодичный. Этот отель действует в концепции 24 часа, ультра all-inclusive. У него такой свеженький ремонт, в принципе, более, скажем так, чем у вилл, более привлекательный. Но это все-таки единым зданием, да, то есть кто-то любит в виллах отдыхать, соответственно, кто-то любит в таких больших корпусах. Это одно восьмиэтажное здание. У отеля есть открытый бассейн, и есть крытый бассейн, собственно, на зимний период он сейчас работает. Диско-бар, три а-ля-карты ресторана, ну, хорошая, в принципе, пятерка такая, без особых каких-то изысков, скажем так, в принципе, нравится многим. Следующий отель Султан Овсиде, район Эвринс-Айки уже, располагается он в шести-семи минутах от ходьбы от пляжной зоны, рядом с отелем достаточно много шоппинг-зон, вообще, дальше районы, которые пойдут, и отели все, нужно сказать о том, что люди, которые любят не только отдыхать в отеле, но и погулять где-то и походить по рыночкам, базарчикам, вот как раз эта территория уже, начиная с центрального Сиде, собственно, она вся идет с хорошим шоппинг-зонами. И еще хочу сказать, что здесь уже в центральной части Сиде везде песочные пляжи и очень хорошие песочные пляжи, поэтому те, кто любит именно мягкий песок, мягкий, хороший вход в воду, это как раз отели и часть территории именно для таких туристов. Дальше, что касается отеля Султанов Сиде, я бы рекомендовал его больше для людей среднего и старшего возраста. Анимации здесь немного, здесь такая более софт-анимация, более спокойная, есть небольшой аквапарк, то есть, есть, где покататься, а-ля как-то рестораны, ну, собственно, как и во многих отелях, среднего такого уровня отеля. Дальше, Армелла Хилл отель, отель, построенный в поле, то есть, до... Это новый отель, тоже сказать, что открыт он в 2001 году был, находится в поле до моря где-то километр, примерно, то есть, это не самая первая, такая береговая линия, все-таки, вторая, третья, да, можно так сказать, ну, небольшая территория, хороший пляж, но до пляжа нужно доехать, подходит для взрослых, для детей, почти нет развлечений здесь в отеле для ребятишек, пару горочек есть, территория возле бассейна, пляж, в принципе, как я и сказал, по доставке, вот, но отель новенький, свеженький, поэтому, те, кто любит хороший ремонт современный, то как раз вот, Джангарден Резорт, Джангарден Резорт, отель, который подходит тоже для спокойного отдыха, тоже про него, можно так сказать, шесть зданий, трех- и четырехэтажных, то есть, множество таких небольших зданий, достаточно большая территория, также шаттл на пляж, ходит каждые 10 минут, два ресторана, а-ля карты, семь баров, ремонт был, крайний ремонт был в 2015 году, реновация, немножко, конечно, чуть-чуть требуют некоторые номера обновления, большая часть, в основном контингент это немцы, это турки, то есть, более спокойный такой отдых здесь предусмотрен. Следующий отель, отель, клаб-отель Сиделия, реновация в прошлом году проведена у отеля, большая-большая территория, зеленая, очень красивая территория, то есть, прогуляться хорошо, состоит сам отель из основной трехэтажного здания и комплекса из двух трехэтажных бунгало, их в общей сложности 17 бунгало различных. У отеля собственный песчаный пляж, он в 400 метрах от отеля находится через дорогу, протяженность пляжа небольшая, то есть, достаточно узкая такая береговая линия, имеется в виду ширина пляжа узкая, но вход в воду, как я и сказал, везде здесь комфортно, то есть, в принципе, здесь удобно. Курсирует шаттл на пляж, то есть, отвозит, да, бары, рестораны, бассейны, территория, то есть, два больших бассейна, как я сказал, у каждого свой бар, один небольшой ресторан, то есть, все это вот по территории здесь располагается. И хочется отметить, что анимации здесь на русском языке нету, это для тех, кто тоже любитель анимации, да, далее, следующий отель, Комодори Лид Суит, Испа, отель, еще один отель для взрослых, для тех, кто не любит отели с детьми, да, интересные номера, здесь есть некоторые категории номеров, которые с джакузи, с красивым видом, рекомендую эти номера для туристов, кто любит такое необычное проживание в необычных комнатах, джакузи с видом на сад, например, красивые, главный открытый бассейн большой у него есть, два открытых бассейна, также релакс бассейны, и также есть крытые бассейны в отеле. А-ля карты рестораны, закусочные, семь баров, кондитерские, кофейные, амфитеатр, кинотеатр, то есть, в принципе, очень удобно, знаете, здесь в отеле находится такая передвижная витрина с пивом, то есть, можно брать пиво самому, не надо его заказывать, там, оно, собственно, к тебе подъезжает, бери сколько хочешь, да, такая интересная концепция. Так, дальше, следующий отель у нас, это из Флауэсида Вич, четырехзвездочный отель, отель, в основном, контингент в отеле, это немецкие туристы отдыхают, почти нет персонала, понимающего на русском языке, но красивая такая, цветущая территорию, очень отмечают, а наши туристы, некоторые называли прям таким райским местечком этот отель, потому что именно красивая территория им нравилась. Очень хорошая кухня, в принципе, кормят для четырехзвездочного отеля достаточно неплохо. Это первая пляжная ринья, хороший четырехзвездочный отель, для турецкого, скажем так, уровня, это в принципе очень хорошо. Так, следующий отель, Луна Бланка Резорт, отель, работающий также по концепции ультра, все включено. Рецепшн русскоговорящий здесь, для тех, кого важно. Дорога до пляжа, где-то примерно пять минуточек, либо пешком, либо до пляжа курсируют шаттлы. Хороший пляж, песочный пляж, пологий, вода теплая, но иногда некоторые гости, знаете, жаловались, потому что рядом впадает речка в море средиземное, и иногда бывают вот эти холодные течения от горной речки, они немножко некомфортны. Но если отойти там на 50-100 метров, примерно, чуть-чуть подальше, то, соответственно, уже, конечно же, теплая, сидедемная горя, и все нормально. На пляже есть бар, собственно, работает до 18.00, анимация в отеле присутствует, фитнес-центр есть, в определенные дни, в разные дни, выступления живые, то есть, живая музыка, спортивные развлечения, настольный теннис, пляжный волейбол, футбол, акваэробика, все это в отеле также присутствует, водные виды спорта, все это тоже есть. То есть, хороший, в принципе, отель. Монахус-хотель и спа, четырехзвездочный отель, отель был открыт в 99-м году, реновация проводилась достаточно давно, в 2010-м году. Что выделить в этом отеле? Хороший пляж, песочный, чистый, без камней, всем достаточно лежаков, есть мороженое на пляжевого отеля, собственно, установлен небольшой такой бар. Территория по пути пляжа хорошая, то есть, в принципе, красиво высажены деревья, интересно, что отмечают туристы многие, можно прогуливаясь к пляжу возле реки, увидеть черепашек, покормить черепашек, вообще, кстати, в Сиде, гуляя по пляжу, можно увидеть огороженные такие части пляжа, и там, чтобы защитить кладки яиц, а у черепах вот огораживают специально такие территории, то есть, достаточно много можно увидеть черепах, которые там гуляют, и можно даже покормить, многие туристы, вот даже вот из отеля Монархус, они рассказывали, что они брали что-то из еды и кормили этих черепашек, поэтому такие позитивные эмоции, особенно ребятишкам, это очень-очень здорово, очень нравится, конечно, вот, еще отметить интересную фишку этого отеля, да, что здесь семейные номера категории Family, они двухэтажные, и это очень необычно для многих, и в то же время это очень удобно, потому что ребятишек можно, например, положить на второй этаж, да, либо наоборот на первый этаж, ну, в общем, родители, я думаю, там разберутся, но немножко такое разделение существует, ну, и что касается контингента, здесь в основном контингент, это на 90, наверное, процентов, это иностранцы, да, и из-за, наверное, минусов таких отмечают, это слышимость в номерах, вот, это что касается отеля Monarchus, ну, в принципе, анимация, анимация на, нет, на русском анимации нету в отеле, так, следующий отель, отель Новым Гарден, отель открытый в 2005 году, и реновация производилась в 2018 году, уже 5 лет назад получается, большая, достаточно территория, состоит из 4-4 этажных блоков, бассейн есть с двумя горками, есть крытый бассейн с подогревом, работать он будет в апреле месяце, пока еще холодно, да, пока в море особо не купаются, спокойная такая атмосфера, красивого отеля, подойдет прекрасно для отдыха с детьми, можно прогуляться хорошо по территории, и вот правильно отмечают, да, что действительно район Эвринсеки, и не только он, и в принципе, я бы даже сказал, большая часть районов Сиде очень любят немецкие отдыхающие, поэтому очень часто можно отметить, что в Сиде, гуляя по улицам, вы можете увидеть, что цены в магазинах в основном в евро, и это действительно так, и в Сиде многие, даже наши туристы берут с собой евро, потому что это удобнее бывает для того, чтобы ориентироваться именно в ценах. Отель с подогревом есть, да, он работает в апреле. Дальше, следующий отель, Сехер, Кумкоэстар, Резорт и Спа, отель, также сетевой отель Сехер, их достаточно много, территория у отеля небольшая, компактная, зеленая, все продуманное и сделано, как говорится, с умом, все близко, рядом рестораны, бар, пляж, море, две минуты, буквально до каждого объекта в отеле можно добраться. Анимации здесь почти нет, она максимально софтовая, но те аниматоры, которые работают, присутствуют, они позитивные, но в целом, как бы, анимация достаточно проста. Из общих моментов три открытых бассейна, два крытых бассейна, закрытых, этот отель, отмечу тоже, это круглогодичный еще один отель, то есть он работает и зимой тоже по концепции зимний. Аквапарк есть, два крытых бассейна, как я сказал, два ресторана на карте, три бара, то есть в принципе территория такая, как я сказал, небольшая, но достаточно удобно построенная. Вот, отель также из сети Сехер, в принципе, таких отелей даже в Сиде достаточно много. Дальше, следующий отель, это отель Сиде Бриз отель, отель с прекрасным местоположением, также, как я и говорил, что в этих местах очень много мест для шоппинга. Отель был открыт в 2005 году, последний частичный ремонт проводился в прошлом году, то есть частичная реновация, где-то были обновлены номера, они, поэтому сейчас более так по современному стару. состоит он из одного четырехэтажного здания и двух четырехэтажных блоков. Wi-Fi в номерах здесь платный, хочу это отметить, и сейф тоже в номерах платный. В некоторых отелях такое бывает седе действительно, поэтому можете, если этот отель бронируете, тоже на этом моменте предупреждайте туристов, то есть на рецепшен он бесплатный, а уже непосредственно в номерах он платный. Собственный песчаный пляж в отеле находится в двухсот метрах от отеля через дорогу, пляж не широкий, но береговая линия достаточно приятная. Шезлоны, зонтики, все это бесплатно, пляжные полотенца здесь в отеле платные. Заход в море песочный, ну и собственно все основные моменты, такие как бассейны, крытые бассейны, а на карте ресторана это я все в принципе уже перечислял, то есть здесь это все тоже есть. Крытый подогреваемый бассейн в отеле есть. Дальше, CD Mar Resort, следующий отель у нас, осталось у нас три отеля немножечко, да, это вторая пляжная линия, сам отель, он состоит из одного корпуса, но здесь достаточно много номеров, некоторые гости отмечают, что иногда бывает долго ждать лифтов, да, за счет того, что достаточно большое количество гостей проживает. В отеле есть магазины со всем необходимым, здесь есть бассейн для взрослых специально, один бассейн детский, с горками есть бассейн, здесь зона анимации существует, различные мероприятия для взрослых, для детей проводятся тоже в принципе территория небольшая у отеля, можно прямо на фотографии здесь увидеть отмечено, то есть в принципе эта территория вся здесь обозначена, но зонировано, сделано удобно достаточно для гостей, чтобы можно было отдыхать. Следующий отель CD Star Resort, я уже говорил про сеть отелей Star, да, хочу отметить, что это один из этих отелей и он также круглогодичный отель, то есть сейчас он функционирует, работает, конечно же, у него есть подогреваемый бассейн, в летний период здесь достаточно весело, здесь и дискотека, и хорошая анимация, живая музыка, турецкие ночи проводятся, различные анимационные программы, название отеля с опечаткой заметили, да, извиняюсь, простите, пожалуйста, и простит меня отель CD Star, случайно опечатался, когда я делал слайд, здесь много семейных номеров, то есть в принципе отель также подходит для семейного такого отдыха, ну, три а-ля-карта ресторана, четыре бара, территория с бассейнами, горки, все это есть, в принципе, также хорошо отдыхать, ну, ну, и завершающий наш отель, конечно же, можно было рассказывать и рассказывать еще про отели CD, но их действительно много здесь у нас, и завершающий отель, достаточно новый отель, построен он в самой такой начальной, можно сказать, части Чолоклы, то есть район этот в принципе не застроен практически, то есть вокруг района так достаточно пустынно, поэтому здесь чтобы прогуляться куда-либо нужно прогуляться или сесть на долмуш, доехать до каких-то инфраструктурных моментов, но рядом с отелем ничего нету, поэтому здесь территория достаточно тихая и спокойная, да, отель новый, отель новый, ходит шаттл на пляж у него, если любят у нас гости все-таки красивые виды более-менее, то лучше бронировать виды пул-вью, номера с пул-вью, потому что номера с другими видами они где-то там на поля и не всегда приятно может быть для кого-то из туристов, для кого действительно важен вот такой вид, но в целом отель как бы все в отеле есть, горки есть, территория красивая, новое развлечение в отеле есть. Что касается маленьких номеров, поддерживаю, да, действительно здесь не самые большие по площади номера, но под классификацию пять звезд они попали, значит, в принципе, подходят. Это, собственно, про отель Ромада Резорт. Что касается питания, не скажу, чтобы были какие-то нарекания про питание, в принципе, никто особо так сильно по питанию не знал. это что касается моментов, связанных с отельной базой, да, я понимаю, что быстренько попытался пробежать 30, сколько я прочитал, 34 отеля, рассказал вам, конечно же, их намного больше, и этих отелей можно бы рассказывать и рассказывать, но подытожив свой такой рассказ, скажу, в принципе, всегда мы позиционировали Сиде и всегда говорили о том, что здесь очень-очень много и процент гостей, приезжающих с детьми, намного выше, чем в других регионах, то есть здесь выбирают больше семейный отдых с ребятишками по одной простой и понятной причине, здесь очень удобные пляжи, песочные, с ходом хорошим в море, поэтому что касается моментов с семейным отдыхом, пожалуйста, выбирайте отели, Сиде и в принципе я думаю, что многие гости ваши останутся довольны, если еще не работали на этом регионе, не отправляли в этот регион семей, то вот как раз можете рассмотреть, как я и начал с первого отеля, это был Кристалл Адмирал, собственно, заканчиваю тоже отелями, в которых хорошо отдыхать с ребятишками, ну и все-таки конечно же Сиде это сочетание природы, сочетание хорошего такого пляжного отдыха и в принципе и рядышком здесь совсем есть красивые места природные и красивые места культурные древности различные. Это что касается таких общих моментов Сиде. Я надеюсь, что информация для вас была полезна. Если на какие-то еще вопросы не смог ответить сейчас, можете написать в чат, например, или позвонить в офис, спросить у нас, конечно же, наши специалисты, все они вам постараются помочь и ответить, если что-то не знают, уточнят у турецкого офиса, конечно же. Ну, а, конечно же, в первую очередь хотелось бы еще в завершении, вернее, хотелось бы поздравить прекрасную половину наших агентов с наступающим праздником 8 марта, пожелать вам солнечного такого настроения, пожелать вам больше теплых эмоций в этот замечательный праздник, пожелать вам начало вот этого летнего сезона, именно летних таких бронирований, чтобы они у вас шли, скажем так, гладко, хорошо проходили, чтобы туристы вас всех любили, и мы, конечно, мужская часть аннекс-тур, и, собственно, всего туристического сообщества, очень-очень сильно любим вас и благодарим вас очень за то, что вы у нас есть, спасибо большое, и еще раз с праздником, с наступающим вас, всего доброго, спасибо за внимание, что касается презентации, ее, насколько я знаю, можно скачать по ссылке, поэтому, в принципе, вы можете это сделать. Всех дам прекрасных праздников еще раз, всем спасибо за внимание, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok